Давайте чуть-чуть я вам сделаю экскурсию по моему скромному жилищу. Митя преуменьшает, называя так, свои роскошные апартаменты. Артист любит кичиться своим жильем перед журналистами. Вот она, действительно королевская спальня. Здесь нету ничего, кроме кровати, окна с прекрасным видом. Царская ванная. Такое вот особенное место. Здесь я привожу себя в парень. Естественно. И уютный кабинет. Меня вот именно это место очень сильно настраивает на деловой лад. Из окна панорама почти на всю столицу. На стенах портреты кумира. Конечно же, себя любимого. Они здесь возникли случайно. Мне очень много дарят собственных портретов. А целую комнату он отвел для своей одежды. Правда, это единственное место, которое он категорически отказывается показывать. Я не буду туда вас проводить. Почему? Потому что сейчас там полный бардак. Демонстрировать беспорядок не в его правилах. Ну, это вот... Сейчас, давайте я уберу эту коробку. Здесь нет совсем. Однако таким утонченным метросексуалом певец был не всегда. Новосибирск. Родной город Фомина. Только моей правде Митя показал квартиру, в которой вырос. Она не имеет ничего общего с московскими апартаментами. Здесь до сих пор живут родители певца. Тамара Павловна и Анатолий Данилович. Здравствуйте, солнышко. Наконец-то. Ну, 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 привет. Иди сюда, мой дорогой. Уже стал, уже сразу стал дорогой. Ну, слава богу, отца, послушай, стал бриться. А не совсем. Не, не, не стал. Хорошо, не бриться. Мне все растет. Экстравагантный певец на фоне старенькой мебели и обшарпанных стен выглядит, как инопланетянин. В родительском доме Фомин появляется слишком редко. Поэтому в честь приезда сына отец впервые за несколько лет берет в руки гитару. Ну, хочется вот услышать твою подфирменную. Меня ты вовсе не любила. Я был тебе совсем чужой. А мама приготовила для Мити его любимый пирог с рыбой. Тамара Павловна гордится сыном. Но если бы она только догадывалась, что пишут в интернете о ее любимце, волосы бы у матери точно стали дыбом. А пока гламурный сын старательно оберегает маму. Здесь мама пытается оставить какой-то музей имени меня. Они поменялись местами. Ведь в детстве мама также старательно оберегала его. Он говорил, мам, ну ты решил задать что-то? Ты уж, пожалуйста, запиши мою тетрадку моим почерком. Ну, я записывала. С самого детства Митя страдал от заикания. Поэтому однолетки часто устраивали Фомину не детскую травлю. У меня был жуткий конфликт с одноклассниками. Мне прям устраивали, устраивали такие темные, у меня прям калашматили. Я помню, что это было очень-очень обидно. Это было заметно. То есть я когда пришел домой, я не мог не скрыть, потому что приходит грязный сын, избитый. Я пришла к этому папаше в кабинет. И думаю, надо с ним говорить на его же языке. И я ему сказала, что если еще раз ваш сын тронет моего сына, то я говорю, будьте уверены, я найду такую возможность, я найду такого знакомого, который придет и сделает с вами то же самое. В детстве его друзьями были домашние любимцы. Некоторые из них до сих пор живут в квартире его родителей. Как у тебя дела? Ну расскажи мне. Расскажи мне, как ты себя чувствуешь? Худой. Худой. Такой был толстый. Такой был толстый кот красивый. Ну как у тебя? Митя, когда было два года, то значит он уже лег спать. И потом вдруг кричит, мама, мама, где мои джинсы? Я говорю, я их стираю. Там червяки. Знаете, у меня сейчас мороз по коже, потому что там действительно были дождевые черви. Я их замочила, но я еще их постирать не успела. И у нас животные, они как в лучшем зоопарках, они плодились, Нажали, сжили, хрюкали и прочее. У меня были, я с успехом разводил этих морских свинок, а потом аквариумных рыбок. В обществе червяков и морских свинок Митя все равно чувствовал себя одиноким. И больше всего мечтал о настоящей мужской дружбе и внимании очаровательных одноклассниц. Это сегодня у Митя Фомина сотни звездных приятелей и тысячи фанаток. Им постоянно интересуется пресса. Однако обратная сторона славы совсем не безоблачна. А тогда, в детстве, как все мальчишки, Митя хотел, чтобы девочки восхищались им и считали красавцем. Я всегда на него раньше смотрела, еще до того, как я начала заниматься дизайном, и думала, какой интересный и стильный образ. Как вот он умеет, так вот раз, одеть что-то вроде странное, а так здорово. И за неделю, которую наша съемочная группа провела с артистом, мы увидели его в разных образах и стилях. Сейчас трудно представить, что неотъемлемой частью гардеробов имена когда-то должен был стать белый халат. В детстве Митя мечтал лечить животных, а стал врачом-педиатром. Так решила мама. Практиковался же будущий медик на отце. Мне уколы ставил. Ну, все знали, что да, Митя у нас медик. Однако медицинское призвание Фомина осталось только на бумаге. Диплом уже России, Новосибирский медицинский институт. Во времена учебы в институте Митя познакомился с американцем по имени Марио, который в поисках приключений оказался в Новосибирске. Иностранец занимался музыкой и увлек Фомина идеей создать свою группу. Неуверенному в себе парню предложение попасть на сцену пришлось по душе. Казалось, это шанс обратить на себя внимание. Тогда он и не подозревал. Легендарная американская мечта чуть не превратит его в беспризорного. Когда в какой-то момент уже было очень много песен, и у нас был какой-то даже вот успех у себя там среди 20 человек. Значит, я говорю, Марио, его зовут Марио. Марио, мы должны поехать, значит, в Америку, записывать наши песни. Вот не куда-нибудь, а вот только в Америку. Ну, ну давай, сказал он. Что это такое?